Вот это Global Arena, Ericsson Globe, где совсем скоро начнется первый матч Tampa-Buffalo в рамках Global Series NHL, выезд в Стокгольм. А пока здесь готовятся к этой игре. Всем привет, вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее. С вами Павел Лосенков и давайте обсудим матч Tampa-Buffalo. На самом деле я нахожусь немного в сложном положении, потому что я должен предсказывать второй матч Tampa-Buffalo, который пройдет в Стокгольме в рамках NHL Global Series. Не знаю, как сыграть в первой встрече, но в принципе мне более-менее все понятно по этой дуэли команд, потому что я вижу вот что. Во-первых, Tampa. Tampa начала сезон не очень выразительно и в последних четырех матчах проиграл три раза. А выиграл у Нью-Джерси, причем так, со счетом 7-6, что вызвало много вопросов. Игра в обороне команды много пропускает, не всегда забивают. Никита Кучеров 11 очков в 13 матчах. Хорошо для многих, но не для Никиты. Он сам говорит, что ему важно выиграть Кубок Стэнли. И по барабану, с какой статистикой это будет, что критики скажут о его игре. Кстати, Кучерова я не видел на утренней раскатке, но я не сомневаюсь, что он будет играть. Будет играть и Виктор Хедман. От него очень многое зависит, особенно в первой бригаде большинства. Я думаю, что мы его увидим. И поэтому Tampa предстанет в сильнейшем виде, плюс команда отдыхала где-то неделю. Потому что они прилетели 3 ноября в Стокгольм и до 8 числа здесь сидели. Но если мы говорим о втором матче, то он будет на следующий день после первого. Поэтому как раз Tampa будет не совсем свежий. Но я расцениваю эти две игры как момент для Tampa. То, что переламываешь неудачный ход, отойду в другое место. Так вот, я жду, что Tampa как раз в этих двух матчах сможет переломить неудачное начало сезона. Команда играет так, потому что поменял немного тактику. Сделал больше акцент на оборону. Но я больше верю в Tampa, чем в Buffalo, который стартовал очень хорошо. Горячая лошадка, но в последнее время сдулся. И потерпел, если не ошибаюсь, три поражения подряд. У меня на памяти 1-6 в Вашингтоне. Вот. И я, конечно, расклад сил вам прессовал. Выбирайте сами. Но я на сайте Фонбет на этот матч, на второй матч Tampa-Buffalo беру два кэфа. Хочу рискнуть. И, во-первых, я возьму минус 1 победа Tampa с Форой. С Форой минус 1 за 2.25. То есть счет, например, 5-3 меня абсолютно устроит. Если будет 5-4, то деньги вернутся. И второй кэф. Я бы рискнул так, что Tampa просто победит. И тотал в этом матче будет больше, чем 4.5 за 2.20. Потому что, я думаю, это будет весьма результативная игра. В составе хватает шведов. Все хотят себя показать. И Tampa самая результативная команда прошлого сезона. В этом сезоне те же самые мастера остались. Темко, Скучеров, Поинт все на месте. Баффало тоже умеют забивать. Я думаю, что больше 4.5 голов в этом матче мы увидим. А если вы хотите еще больше хоккейных прогнозов, подписывайтесь на канал РБ Хоккей. И ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok